Посыпка и расчистка дорог и тротуарах на улицах города выполнены некачественно. Такую оценку подрядчику и управляющим компаниям дал глава района Роман Соловьёв на еженедельном совещании с заместителями, руководителями отделов и главами сельских поселений. Роман Александрович поручил взять этот вопрос на особый контроль. В выходные дни осадки и гололедица проверили готовность коммунальных служб к зиме. Несмотря на то, что подрядная организация заранее подготовила технику и укомплектовала штат работников, оперативно расчистить и посыпать. Противогололёдной смесью часть дорог и тротуаров города не удалось. Это показали инспекции специалистов администрации, а также обращения жителей в администрацию и на страницах в социальных сетях. По результатам проверки и представленных отчётов будут приняты соответствующие решения. Подрядчику поставили задачу обрабатывать тротуары до 7 утра. Главы сельских поселений проинформировали о текущем положении дел на веренных им территориях. Местные советы провели работу по рассмотрению и принятию бюджета в первом чтении. В деревне Иванково продолжается строительство ФАПа, уже проводят и внутренние работы. Отремонтировали остановочный павильон деревни, который был повреждён в результате очередного акта вандализма. Продолжаются занятия в Центре образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Как проходит учение с увлечением, новыми технологиями получили возможность узнать и учащиеся из других школ, их родители и педагоги. В будущем году в региональном проекте «Современная школа» запланировано участие ещё двух школ Фурмановского района. В селе Дулябино провели ремонт муниципального жилья. Выполнены работы по замене канализации и отстойника в доме. В Панинском сельском поселении в селе Фряньково на текущей неделе проведут замену опор уличного освещения четырёх светильников. О временном ограничении услуги жители проинформированы. Пока позволяли погодные условия, областной подрядчик выполнил ямочный ремонт участка межмуниципальной дороги регионального значения Фурманов-Панино. Администрации приступили к установке новогодней атрибутики в общественных местах. В районном центре этой зимой для активного семейного отдыха на городском стадионе у Центра детского творчества в Летнем саду организуют катки. Рассматривают техническую возможность такого благоустройства на улицах Социалистическая 37 и Ивановская 4. Кроме того, в разных районах Фурманова установят ещё пять таких же новых деревянных горок, как в Летнем саду. Напомним, в Острецовском сквере тоже есть такой аттракцион. Председатель по муниципальному контролю администрации проинформировал, что на прошедшей неделе был проведён рейд по выявлению незаконно установленных информационных конструкций на улицах Демьяна-Бедного и соцпосёлок. Четыре таблички демонтированы. В соответствии со статьей 5.5 закона Ивановской области составлен протокол за нарушение тишины и покоя в ночное время и направлен в Мировой суд. В рамках земельного контроля закончено четыре проверки и в соответствии со статьей 7.1 КААП выявлено два факта самовольного захвата земельных участков. Материалы направлены в Росреестр. В рамках жилищного контроля закончено две проверки в отношении управляющих компаний – ООО «Производственное» и ООО «Центр Середа». Выявленные нарушения устранены в течение 20 дней. Председатель Совета Фурмановского района Галина Жаренова проинформировала, что 10 декабря в 10.00 в кабинете номер 32 администрации по адресу улица Социалистическая, 15, состоятся публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Фурмановского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Галина Валентиновна пригласила к участию всех активных жителей. Об итогах заседания Ивановской областной думы, которое прошло 28 ноября, проинформировал парламентарий Павел Смирнов. Депутаты приняли в закон Ивановской области об утверждении перечня наказов избирателей на будущий год. Общая сумма финансирования для Фурмановского района составила 3 миллиона 300 тысяч рублей. Проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Соревнования по мини-футболу среди школьных команд в спортзале школы номер 3. 4 декабря старшеклассники писали итоговые сочинения, оценка которого будет допуском к ЕГЭ. 6 декабря по инициативе городской школы номер 3 в Центре детского творчества пройдет кадетский бал. В этот же день состоится очередной этап муниципального конкурса профмастерства «Педагог года-2019». Продолжается реализация программы промышленной туризмы. Только в ноябре 280 учащихся побывали на 9 предприятиях района. На декабре запланировано 25 экскурсий для более чем 300 школьников. 4 декабря коллектив Центрального дворца культуры подготовил мероприятие, посвященное Международному дню инвалида. 5 декабря Центральная библиотека приглашает на встречу с Ивановским писателем-прозаиком, членом Союза писателей Зиминым и презентацию его книги «Путешествие без билета». Под эгидой Плёсского анимационного фестиваля при поддержке Министерства культуры России со 2 по 8 декабря в Ивановской области пройдут бесплатные показы анимационного кино «Союзмультфильма». Юные зрители Фурмановского района и их родители смогут посмотреть мультфильмы 6, 7 и 8 декабря в 11 часов в кинозале Центрального дворца культуры. Вход свободный. По итогам совещания ответственным лицам были даны поручения и обозначены сроки их выполнения.